всем привет на связи федор васильев мы продолжаем с вами изучаете к м с wordpress урок номер 15 в этом уроке мы с вами познакомимся что такое виджеты в админке нашего сайта wordpress мы с вами перейдем внешний вид виджеты вот в этой части доступные виджеты это те виджеты которые сейчас не активно на сайте то есть они не отображаются мы можем их переместить вот в эту боковую область это сайт бар то есть на сайте во фронтальной части сайта это у нас вот эта область где вы сейчас видите отображение поиск о сайте найдите нас просто нажать на виджет и мы можем расположить виджет в данном случае в трех позициях это зависит от шаблона которого используете то есть вот есть позиция пустая сейчас в этой позиции нет виджета чтобы понять где отображаться будет виджет если мы перенесем в эту область нам нужно его перенести посмотреть также здесь есть вот еще под содержимым также внизу у нас есть неактивные виджеты но здесь из описания под все понятно да если мы хотим временно пока отключить виджет на сайте но при этом сохранить его настройки лучше вообще здесь виджеты не держать конечно же если какой-то суперсложный виджет его вы его временно как бы хотите чтобы он не отображался что потом его за вами настраивать то вы сюда его переносите а так вообще здесь лучше их не держать и нажать я советую вот на эту кнопку очистить неактивные виджеты чтобы их здесь не было и так смотрите давайте пока для начала вот очистим сайт барда изначально мы можем кликать вот на эту маленькую стрелочку напротив каждого виджета разворачиваются настройки те которые доступны в данном случае в поиске у нас тут ничего нет единственно можем здесь поменять заголовок да давайте вот тут удалим также удалим вот такой виджет информационный просто посмотрим удалить тоже отсюда пойдем на сайт обновимся у нас сайт бар исчезает ничего нет а также дополнительные виджеты появляются здесь в настройках например с каким-то премиум шаблоном и достаточно много их может быть также можно отдельно поставить какой-то виджет скачать с репозитория если нам такой будет необходимым но опять же какие виджеты можно скачать нам нужно сначала смотреть что нам нужно а потом уже искать если такой функционал ну давайте посмотрим примера облака меток кликаем по нему и боковая колонка нажимаем добавить виджет он тут же появляется здесь сразу раскрывается его настройки заголовок пишу метки таксономия рубрики ссылки метки но оставляем как есть показать количество меток можем поставить галочку нажимаем сохранить готова давайте посмотрим на сайте вот вывелись наши метки опять же эти метки если вы добавляли к постам то они здесь появятся то есть чем вообще хорош виджет метки да здесь по этим меткам человек может афортировать очень быстро статьи например вот эту одну метку могут использовать разные статьи но их может быть много человек хочет отсортировать именно вот по метки дыма и все статьи появятся там где метка это присутствует но это что касается именно виджета метки ну и давайте для примера еще вот этот вот текст также боковая колонка это html текст куда вы можете видеть с помощью редактора или внедрить дополнительный какой-то сторонний код я напишу просто дыма здесь тоже напишу дыма также ссылку можно повесить здесь и все что угодно делаем жирность вот html режим сохранить готова идем на сайт обновляемся добавляется дыма соответственно также мы можем зажать левую кнопку мыши и просто перетаскивая например выше чтобы поменять место расположения например мы хотим его сделать первым теперь у нас дыма 1 вы это видите соответственно теперь вот эти позиции в шаблоне до зажимаем левую кнопку мыши и просто перетаскиваем сюда или сюда и давайте посмотрим где это у нас будет расположение обновляемся отсюда виджет исчезает и в описании подсказочка что данный виджет будет отображаться на страницах и записях то есть вот на главной странице я не вижу данный виджет но если мы зайдем читать дальше в любую статью в самом низу вы вот здесь можете наблюдать дэмо дэмо отображается здесь то есть эта колонка вот это она будет отображать все виджеты именно в этих областях да на страницах и в раскрывающемся посте в записи теперь под содержимым отображается под содержимым на страницах и записях то есть давайте посмотрим кстати да вот если мы можем просто мышкой здесь перенести также если мы добавляем виджет например отсюда можем сразу же выбрать где расположить данный виджет например давайте попробуем видео показывать видео с youtube или время например под содержимым 2 добавить а это у нас извиняюсь здесь вот выводится удалим отсюда видео под содержимым 1 добавить вот он здесь расположился заголовок напишу видео добавить видео ставит сайта давайте вставим ссылочку на ролик с youtube добавить виджет то есть вот так это выглядит также можно редактировать или заменить нажимаем сохранить готово давайте посмотрим обновим страницу вот так делится да на две колонки у нас демо просто html виджет и вот видео проигрывается у нас также вставляется в область виджета соответственно если мы посмотрим на главной странице не видим да то есть это именно расположение там на страницах и в развернутых записях здесь мы не видим данный виджет то здесь у нас только в сайт баре может вводиться как я уже сказал это зависит от шаблона чем круче шаблон тем больше возможностей где можно вывести ваш контент думаю что нет смысла наверное объяснять каждый стандартный виджет wordpress думаю что вы здесь разберетесь по устанавливайте те виджеты которые вам здесь необходимы которые вам нравятся опять же не злоупотребляйте используйте только то что действительно вам нужно чем их меньше на сайте именно необходимы да тем лучше не надо захламлять нагружать и так далее если все же здесь возник возникнет какая-то ситуация какая-то проблема пишите в комментариях под этим видео я разжую более детально какие-то виджеты отдельно в уроке на этом данное видео я заканчиваю и увидимся с вами в следующем видео пока пока итак как получить премиум тему для wordpress премиум темы могут получить только активные подписчики моего сайта это бесплатно и это займет всего несколько минут для того чтобы получить премиум тему вам необходимо пройти на мой сайт fedorovasilev.ru адрес который вы сможете найти в описании под этим видео если вы не зарегистрированы на сайт вы проходите в меню вход регистрация вот здесь если вы не зарегистрированы то вот здесь вот ниже есть такая ссылочка еще нет учетной записи вопрос кликаем по вам нужно пройти несложную регистрацию давайте запишем имя пишите пожалуйста реальные данные я записал имя и логин пишем пароль подтвердить пароль далее необходимо выбрать вот здесь ваши интересы ну если вам интересен только wordpress и вы хотите получить премиум тему прямо сейчас тогда вы ставите напротив слово wordpress галочку обратите внимание что по умолчанию галочка также стоит на adobe muse если вам эта тема не интересно галочку снимаем ниже нам остается лишь прописать свой рабочий email убедитесь в том что у вас есть доступ к вашей почте чтобы вы смогли получить подарок так как подарок придет автоматически к вам на электронный ящик я прописываю почту подтвердите почту прописывайте то же самое и поставьте вот здесь вот птичку captcha защитный код нужно дождаться вот такой вот галочки дальше мы нажимаем регистрация почти все готово после обновления страницы практически сразу вы увидите вот такое сообщение учетная запись для вас была создана на указанный при регистрации адрес электронной почты была отправлена ссылка для ее активации то есть сначала нам нужно подтвердить что мы реальный человек и подтвердить адрес электронной почты проходим на почту моментально приходит письмо ссылкой для активации вашей учетной записи заходим в письмо видим вот такое вот приветственное письмо здесь также указан ваш логин и пароль ниже вы сможете также ознакомиться с другими моими обучающими материалами но сначала вам необходимо кликнуть вот на эту ссылку кликаем на нее один раз вас перебрасывает на мою страницу федоровасильев точку ру уже вот с таким сообщением сообщение премиум тема vp значит wordpress в подарок успешно отправлено по адресу то есть на тот же электронный ящик отправлено еще одно письмо уже с вашим подарком проходим обратно в электронную почту заходим во входящие и видим вот такое вот письмо внимание если это письмо не пришло сразу подождите 10 минут если письма не придет проверьте папку спам если и там его не будет только тогда напишите мне на почту почта также указано под каждым роликом моим в youtube или почта указана на сайте на моем федоровасильев точку ру пишите мне на почту и я в ручном режиме отправлю вам письмо кликаем по письму премиум тема vp в подарок и вуаля вот ссылка на закачку темы кликайте на нее и скачивайте тему себе я вас поздравляю теперь информация для тех кто уже был ранее зарегистрирован у меня на сайте и хочет также подписаться на рассылку wordpress и получить премиум тему что делать вам вы также на моем сайте нажимаете вход и регистрация если вы уже зарегистрированы вводите свой логин и пароль нажимаете войти прокручиваете страницу в самый низ здесь внизу находите ссылку управление подписками кликайте по ней прокрутим чуть ниже здесь мы также можем подписаться на любую рассылку которая нас интересует в данном случае это wordpress вы просто ставите вот здесь вот да и нажимаете ниже кнопку сохранить изменения с этих пор вы будете получать информацию дополнительную возможно о выходе каких-то видео курсах на тему именно wordpress по данной рассылке и также вам должно прийти в автоматическом режиме после нажать на кнопку сохранить изменения письмо с данной темой опять же подождите 10 минут если письмо не пришло проверьте папку спам если там нет тогда пишем на мою почту почта также указана вот здесь подвале я в ручном режиме отправлю вам письмо на этом обучение закончено до новых встреч друзья если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на adobe muse или сайта на джумле не важно то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием хостик сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен главное примечание хостинга тестовый период 30 дней 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно второй очень важный момент возврат денег в течение 45 дней если вас не устроят услуги хостинга готовый к мс три года на рынке молодой хостинг это очень важно онлайн поддержка на высоте перейдя на хостик вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник это онлайн чат круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью лояльные цены мощные сервера если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге но он вам не нравится служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт ним у них есть замечательная акция три месяца бесплатного хостинга ознакомиться с данной акции вы сможете перейдя на этот хостинг при оплате за год можно сэкономить до 45 процентов а также для мощных сайтов хостик предоставляет мощные сервера вы меня знаете я вам плохого не посоветую и так если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом ссылочка под этим видео переходите и знакомьтесь а